Здравствуйте, с вами Евгений Шувалов, и мы с вами смотрим партию Шахаяра Мамедьярова против Сергея Каякина, игранную на этапе Grand Chess Tour в Сент-Луисе. Итак, Мамедьяров играет белыми, начинает ходом c4, Каякин играет максимально надежно, делает самые надежные ходы, ну и Мамедьяров особо намного не претендует в дебюте, спокойно выводит фигуру, вводит слона на большую диагональ, и пока что не спешит делать ход d2-d4, переводящий игру к основным дебютным построениям. Ну, Каякин тоже делает логичные ходы, играет c5, в каких-то вариантах он готов сыграть схемы, похожие на ежа, и в этой позиции вы понимаете, что от белых ждали в основном ходов вроде слон e2, короткая рокировка, либо d4 в какой-то из этой последовательности, но не таков Шахаяр. В этой партии он решил, что пора брать жерца за рога, и он делает ход конем на g5, при случае создавая угрозу мата ферзиом на поле h7. На самом деле ход не такой глупый, и если черные ответят по заветам теории, контрударом в центре ходом d5, то у белых неожиданно появляется вот такая тактическая идея, разменяться на d5 и побить на d5 конем. Оказывается, что после взятия коня белые успевают выбить защитника поле g7, и теперь грозят они матом в один ход, поэтому не успевают черные побить на f6, они вынуждены защищаться от мата, и получается вот такая вот позиция, где материальное соотношение сохранено, всего вроде бы поровну, но объективно у белых получше, конь готов с h3 прийти на f4, где он защитит пешку g2, потом выйдет слон, и белый закончит развитие, и получит небольшой, но все-таки дебютный перевес. Поэтому Каяки не спешит играть d5, и он делает естественный ход h6, желая немедленно определить позицию белого коня, но не таков шахия, чтобы отступать назад, он защищает коня пешкой. Теперь, естественно, взятие коня совсем плохо, поскольку после ответного взятия вскрывается линия h, и ферзь вместе с ладьей должны тут объявить маг черному королю. Поэтому Каяки не спешит забирать коня, вместо этого он делает ход ладьи на e8, готовя по случаю отступления для собственного короля на поле f8. Но надо сказать, что уже в этой позиции шахматной движке рекомендуют белому играть в предыдущем стиле, делать ход слоном на поле d3, и на ход конь c6. Второй конь переходит через e2 где-то на f4, готов попасть. И не страшна вот эта коневая вилка, поскольку у белых есть шах слоном с поля h7, и на отступление короля они также отступают с ферзом на поле b1. Возникает абсолютно неясная позиция, с обоюдными шансами, но шахаяр сыграл чуть более стандартно, он делает длинную рокировку, готовясь начать пешечный штурм на королевском фланге. Что дает черному некоторую передышку. Каякин делает естественный ход кольнём на c6, теперь во многих вариантах этот конь идёт на b4, и шахаяр препятствует этому прыжку ходом a3. Надо сказать, что в этой позиции нужно было Каякину немедленно подготовить продвижение d7, d5, и сделать это лучше всего прыжком кольня на поле a5. Заодно и прицеливаясь к пешке b3, которая теперь нуждается в защите. Ну и, например, на ход слон d3, чёрные здесь играют d5, в дальнейшем они смогут пойти, например, d4 в каких-то вариантах, закрыть дальнобольного чернопольного слона белых, и здесь уже перевес был бы на стороне чёрных. Но Каякин делает ход королём на f8, всё-таки он шахматист более оборонительного плана, и здесь он уже в каких-то вариантах готовится побить коня на g5 и отступить, собственно, конём на g8. Таким образом защищая собственного короля. Что ж, Шахияр проверяет своего соперника, объявляет шаг с поля h7, Каякин отступает на g8, Шахияр возвращает коня обратно на g5, ну и здесь в очередной раз повторяет позицию чёрные. Ну и в этот раз Шахияр всё-таки решает играть на победу, делает ход f4, ещё раз защищая коня и проверяя, действительно ли чёрные собираются его побить. Давайте посчитаем варианты на взятие коня. Белые, естественно, вскрывают линию h, чёрные кони отступают на g8, но они попадают под страшную связку по восьмому ряду. Теперь грозит просто подключение ферзя через поле h7, и защититься от этой угрозы не так просто. Например, чёрные могут сыграть f5, но в этом случае белые готовят перевод коня слона на h5, приходится ещё делать один ослабляющий ход g6, ну и белый начинает подрывы ходом g4, конь b5, слон идёт на f6, ладья идёт на h1, в общем, ясно, что маг чёрному королю – это просто дело времени. Поэтому, конечно же, корякин не съедает белого коня, но вместо этого он делает очередной ход из общих соображений, это ход ладьи на c8. Ход, по сути дела, просто отдающий белым темп, вместо этого корякину нужно было во что бы то ни ставило готовить ход d5, и всё тот же прыжок коня на край доски здесь помогал. Действительно, на слон d3 следует d5, и чёрные ведут полноправную борьбу. У белых, правда, есть другие идеи, например, они могут вместо слона d3 сделать ход ладьёй на h3, и теперь на d5 может возникнуть совершенно немыслимое осложнение. Такой вот вариант я посчитал. Конь идёт на e2, потом белый проводит b4, забирает эту центральную пешку, потом ещё жертвует коня на поле e6, и получается совершенно невообразимая позиция, но, тем не менее, шахматные движки оценивают здесь шансы сторон как равные. Ясное дело, что и половину всего этого не видели соперники во время партии. Каякин сделал ход ладья c8, и этот ход развязывает, по сути, белым руки. Шахаяр подводит слона на поле d3. Здесь уже Каякин делает ход d5, но поздно. Белый бросает в атаку ещё одну фигуру. Слон становится под бой пешки, и такую позицию чёрным уже не спасти. Приходится принимать жертву коня. Чёрный Коин вступает на g8. Ну и здесь Шахаяр имел возможность красиво закончить партию вот такой вот двойной жертвой. Сначала Коин забирает центральную пешку на d5, потом ещё слон жертвует себя на поле g7, и дальше ладья приходит и объявляет вот такой вот симпатичный мат чёрному королю. Но Шахаяр сыграл чуть более прозаичного, сделал ход с ладом на h7, грозя во многих вариантах просто побить чёрного коня. Пришлось Каякину отдавать фигуру обратно, с идеей хоть как-то получить обороноспособную позицию. Ну и здесь белый получает просто бесплатную атаку. Пешка g идёт вперёд. Чёрный король выбегает в центр доски. И смотрите на разбег на c3. Ещё одно техничное решение от Шахаяра. Белый забирает пешкой d, вроде бы пока что выключая собственного слона, зато открывая линию для собственной ладьи. И теперь чёрному королю действительно некуда бежать. Ещё последовала ладья h8, взятие на d5. Вторая пешка идёт на c4, вскрывая дальнобольного слона. Ну и здесь уже ясно, что белый просто добивает чёрного короля. Линия d вскрывается. Чёрный пытается убежать королём. Но здесь Шахаяр просто побил пешку на g7. И мы с вами видим, что у белых уже три лишние пешки. Мощная атака. Так что в этой позиции Сергей Калякин признал своё поражение. Вот такая вот мощная, энергичная игра от Шахаяра Мамедьярова привела к тому, что такой серьёзный защитник, как Сергей Калякин, ничего не смог сделать. И уже на 28-м ходу признал своё поражение. Ну а с вами был Евгений Шувалов. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал.